Всем привет! С вами я, Владимир Белов. Сегодняшний мой будет видеоролик о тракторах. Точнее, о тракторе МТЗ-50, который стоит за моей спиной. Трактор Т-25 в данный момент находится сейчас не у меня. Угнал трактор в гараж к моему папе. К тому, что эту всю неделю я не ездил на нем на тракторе и не хотел бы ездить. Объясню почему. У нас с 20 по 24 число в деревне проходили праздники солнцестояния. Языческий праздник, который символизирует солнцестояние. Славяне когда-то проводили его. Одним словом, реконструкция происходит, все это дело на берегу. Также приехали сотрудники ГИБДД, которые ездят по деревне, патрулируют безопасность дорожного движения. Вот так вот несколько лет назад остановили одного нашего местного жителя. На машинке он ехал, у него не оказалось с собой водительского удостоверения. Удостоверение лежало дома его. За это дело оштрафовали. Ну, как вроде как эти последние годы они перестали штрафовать. Ну, одним словом, все равно не хочется рисковать. Не хочется платить штраф, лишние какие-то деньги. Поэтому трактора стоят дома. Трактор, чтобы не выгорал. Сейчас на солнце отогнал гараж, поставил его, там стоит. Сегодняшний мой ролик посвящен трактору МДЗ-50, еще раз повторюсь. А ролик будет называться «Трактор-вымогатель». Почему такое слово интересное? Почему такое название «Трактор-вымогатель»? Дело в том, что каждое лето, каждое весно, каждый рабочий сезон во всей Российской Федерации, и не только в Российской Федерации, а по всему миру, трактора, крестьяне заводят и начинают выполнять работу какую-то. И вот, сколько же денег трактор вытаскивает с моего кармана? Ну, сколько денег конкретно я вам не скажу, а скажу примерно расплывчатые цифры. И покажу, сколько примерно каждый год уходит или примерно опустошает трактор в карман своего владельца. Итак, на нашем тракторе МДЗ-50 установлен КУН. Ну, КУН установлен, это значит кидравлическая система. И так каждый год приходится подливать масло. Стоимость масла в каждом регионе по-разному. И на заправке она может быть одна. А у людей-перекупщиков, те, кто покупает где-то подешевле, ну, трактористы, народ смекалистый, где-то подешевле договариваются. Стоимость масла может варьироваться в разной цене. Кто-то покупает 10-литровую канистру за 500 рублей, кто-то за 1000, кто-то за 1500, кому-то она бесплатно достается. Так что вот так вот. Каждый год в среднем на трактор уходит, с КУНом на мой трактор, в среднем уходит около 30-ти литров масла. Куда же девается масло, скажете вы. А куда девается? Это то шланг гидравлический порвется, то соединение, штуцер полетит, то еще какая-нибудь напасть случится, то просто где-то через неплотное соединение вытекает масло. Так что вот еще одна статья расходов. Это шланги гидравлические. Каждый год примерно я меняю один-два шланга. Шланги меняются то на цилиндрах, то на клапане стогометном. Дело все в том, что шланги они были, с которыми покупал я КУН навесной. Фронтальный погрузчик были не новые, были сталенькие. И вот со временем они начинают отслаиваться и изнашиваться. В итоге требуют замены. Стоимость шланга примерно 250 рублей. Конечно, если длина шланга длиннее, то стоимость шланга возрастает еще рублей на 100-160 в среднем. Конечно же, коротенький шланг, он существенно дешевле. Будет в районе 250 рублей. Так что вот так вот два шланга – это 500 рублей тоже уходит. Так вот. Работа с гидравликой – это, естественно, работа гидравлического насоса. В свое время так случилось, что по неисправности распределителя гидравлического вот такого стало у меня одно время рвать корпуса гидронасосов. Стоял, ставил я сначала насос НШ-50 и, конечно же, сейчас вот в данный момент я вам не передам то, что корпус вот этого насоса раздавленный. Очевидно, поломка была где-то находилась здесь, неправильно работал клапан перепускной, редукционный, из-за этого лопались не шланги почему-то и трубки, а рвало корпуса насосов. Насосов скопилось у меня очень много, где-то в районе 10, я их все разобрал и вот как-нибудь соберусь для того, чтобы сдать их в металла вон и выручить хоть какие-то деньги. Ну вот такие насосы. Корпуса, точнее, насосов. Насос изготавливался из дюрали, так что вот хоть какие-то деньги, а за это дело можно поиметь. Здесь вот у меня около шести насосов разобранных, ну и еще часть насосов я еще не успел разобрать. Это тоже насос вот такой вот слопнутый. Вот, заменил я в данный момент у меня стоит уже третий по счету распределитель. распределитель меняется где-то в районе пяти-шести лет и начинает тут вот что-то в нем заедать, перепускать телеклапана или там канал какой забивается, начинает рвать насосы. Два-три раза заменил насос и потом видишь, что периодически начинает такая вот рвачка насосов. приходится менять распределитель. Итак, насос стоит две триста где-то. Вот так вот. Когда начинает рвать насос, а это бывает самый неподходящий момент, приходится быстренько покупать его. Распределитель, я живу в деревне, 25 километров от районного поселка, распределители там в магазине не всегда бывает. Так что когда все исправно, когда все нормально работает, в сезон насоса на два-три сезона тракторных хватает с избытком даже. Распределитель на пять-шесть лет хватает. И вот он начинает то не поднимать, то перепускать, то начинает неправильно зарабатывать предохранительный клапан и ломает корпуса гидравлических насосов. Приходится покупать. Распределитель стоит в районе шести или семи тысяч. Вот один раз в шесть-семь лет приходится покупать. У меня таких распределителей уже скопилось три штуки. Они все лежат. Дожидаются своего часа. Возможно, я поеду в город Омск. Там, говорят, сейчас есть обменный пункт, где можно поменять, отдать старые распределители, доплатить там какие-то деньги, и тебе дадут уже отремонтированный новый распределитель. Ну, кто-то скажет, возьми, разбери, сам поменяй, там что-то посмотри. Там не так сложно. Возможно, это, друзья, так, я пока в них не совсем разбираюсь. Хотя, может быть, и надо разобрать, полазить и попробовать отремонтировать. Так, с насосом, с гидравликой закончили. трактор ходит с коном, вся нагрузка на передние колеса. За все время существования трактора в моих руках у нас случилось две таких вот помодки. Ломается полуось, передняя цапка ввысь, ломается она одна и та же, то ли там разбит кулак поворотный, то ли нагрузка очень большая, то ли выносились там какие-то втулки, но ломается почему-то постоянно в одном и том же месте. Раз в 10 лет или в раз в 7-10 лет где-то так ломается вот поворотный вот это цапка поворотная. Стоит она тоже две тысячи примерно приходится покупать хочешь не хочешь. покупаем ее не каждый год, но вот один раз в 6, один раз в 7-10 лет. Вот так вот. С покупкой, с приобретением трактора пришлось также раскошелиться на тормозные диски. Диски были изношены на этом тракторе. Пришлось купить комплект дисков стоил я сейчас непримерно даже затрудняюсь сказать, но где-то в районе 250-300 рублей. Два диска с одной стороны, два диска с другой стороны, то есть 4 диска. это за все время работает трактор в моих руках. Каждый год еще к тому же приходится покупать баночку краски нитроемаль синий цвет и подкрашивать. Стоимость краски это каждый год постоянно весной я беру 150 рублей. В этом году краска может быть поднялась, может быть не поднялась, но я еще трактор не красил. Так что это все мне еще предстоит. К тому же трактор у нас оборудован пускачем и иногда возникают вот такие пробои. Нужны маленькие запчасти вот такие, маленькие расходники то свеча зажигания на пускач то шланг бензобака то еще такая-то вот такая мелочевка вроде болтов, гаек еще там чего-то. И самый главный момент который всех волнует и который это горючо-смазочный материал то горючие материалы это дизельное топливо. Насос на данном тракторе отрегулирован на экономичность то есть он сделан как можно меньше чтобы сжег солярки но ему не хватает тегла бывает бывает когда нагрузка газ в пол должен идти черный дым а он пробуксовывает и начинает как бы задыхаться не хватает ему и глох поэтому полный рабочий день на тракторе при работе с куном когда совершаешь сенокоз мечешь сено это в районе где-то в районе 30 литров выходит если же просто там что-то лазить просто гудеть 25 литров в день так что я считаю что это немножко не так сильно уж дорого затратно но с другой стороны вот то что у нас есть трактор есть сельхозяйственные орудия какие-то постоянно требует какие-то железки с собой возить или иметь дома что-то подварить что-то заменить повесить цепь какое-то полузвено ну одним словом вот такие вот какие-то непредвиденные расходы ну а с другой стороны против вот этих всех расходов которые бывают с трактором у нас есть одно неоспоримое преимущество перед тем у которых трактора нет людей это то что мы можем выполнять какие-то работы можем халтурить на этих тракторах колымить что-то возить пахать сеять бронить метать вывозить привозить грузить разгружать так что вот при хороших небольших таких как бы сказать халтурках затраты на трактор полностью себя оправдывает итак подводя итог вот этого своего ролика хочу сказать что ежегодно в тракторный сезон трактор вымогатель трактор вымогатель вымогает у меня в районе 6 8000 рублей для своего содержания сюда входит масло солярка запчасти вот эти для того чтобы содержать трактор более-менее в каком-то исправном состоянии конечно можно увеличить бюджет увеличить бюджет заменить там какие-то другие части поставить крылья я надеюсь в этом году сделаю крылья задние мне уже несколько раз писали покрасить все это в металлик цвет но к сожалению бюджет ограниченный на трактор поэтому все меняется по мере необходимости и поддержания трактор в рабочем исправном состоянии так вот на этом друзья свой ролик заканчиваю покупайте все трактора особенно рекомендую отечественную технику она вас не подведет и бывают очень предсказуемые в плане поломок ну вот на этом ролик мой завершен всем спасибо за внимание с вами был я Владимир ставьте палец вверх если понравилось если не понравилось палец вниз всем удачи и пока пока я я не